МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В суде работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Аким Карагандинская в области Ирлан Кушанов оценил развитие бизнеса в Асакаровском районе. Глава региона в ходе рабочей поездки посетил ряд объектов малого и среднего бизнеса. В школьных столовых нет места в фастфуду и сладким газированным напиткам. Члены межведомственной экспертной комиссии намерены проверить питание во всех школах Караганды. Первоначальный взнос для оформления ипотеки по госпрограмме – главный барьер, с которым по сей день сталкивались казахстанские семьи. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили о дополнительной выдаче сертификатов. Обо всем более подробно. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов оценил развитие бизнеса в Асакаровском районе. Глава региона в ходе рабочей поездки посетил ряд объектов малого и среднего бизнеса. Ему рассказали о том, как сельчане используют механизмы кредитования по государственной программе и насколько легко открыть собственное дело в поселке. В декабре прошлого года в поселке Асакаровка открылся первый супермаркет. В нем продают в основном товары казахстанского производства. На прилавках колбасы, сделанные в Караганде и Павлодаре, покупателям предлагают выращенные в родном поселке овощи и испеченный здесь же хлеб. Цены не выше, чем в других магазинах. У нас есть социально значимые товары. Мы на них не более 5% накидываем, делаем цены. Хлеб местный. Мы вообще цену не повышаем. По себестоимости продаем. То есть так же маркетинговый ход получается. Валентина с супругом открыли супермаркет на собственные средства. Он занимает площадь 250 квадратных метров. Еще 100 отдельно стоящие склады. Сейчас бизнесмены решили, что этого мало. В нынешнем году они планируют получить микрокредит, с помощью которого смогут увеличить супермаркет и открыть собственную гостиницу. Также Ерлан Кушанов посетил мельничный комплекс «Алты-настык». Он открылся в 2016 году на базе старой мельницы. С тех пор новый хозяин Ерлан Есентаев провел там капитальный ремонт и приобрел специальные баки турецкого производства для хранения зерна. Мельничный комплекс поставляет продукцию в города Казахстана и за рубеж. В месяц здесь отгружают порядка 3000 тонн муки. 85 человек у нас прошли профессиональное обучение краткосрочное по именно востребованным специальностям на рынке труда. На какие специальности? Это слесарей мы обучили, механизаторов обучили, поваров мы обучили. Те, которые открывают собственное дело, есть и парикмахеры у нас, маникюрное искусство. Это именно те, которые обучились и работают на сегодняшний день. То есть это самая востребованная специальность. Аким области также ознакомился с работой Центра занятости Асакаровского района. За прошлый год здесь прошли обучение по востребованным специальностям 85 человек. Еще 212 обучились по программе «Бастау-бизнес», 133 из которых в последующем получили микрокредиты и открыли свой бизнес. Ерлан Кушанов остался доволен увиденным и поручил оказывать всяческую поддержку малому и среднему бизнесу в рамках послания главы государства. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Качество питания в школьных столовых инспектируют члены межведомственной экспертной группы, которая действует в городском отделе образования. В группу включены представители партии Нур-Отан, депутаты городского маслехата, родительская общественность и неправительственные организации. В Караганде действуют 78 общеобразовательных школ. И в каждой работа школьной столовой организована по-своему. В этом убедились члены межведомственной экспертной группы. Депутаты, представители партии Нур-Отан и родительской общественности в эти дни инспектируют пункты питания учебных заведений. Общественники заявляют, что намерены узнать реальное положение дел. Мы заходим на любой объект, не предупреждая, чтобы знать действительно, как обстоят дела. Нам не нужно, чтобы вы готовились к нашему приезду. Мы хотим понять состояние дел на сегодняшний день по-настоящему, как это. И в каком направлении работать, что надо исправлять. Наверное, все-таки должно быть какое-то единое меню с наличием овощей, фруктов, чтобы полностью витаминный рацион у детей присутствовал в еде. Такие визиты уже приносят результаты. Выявлены многочисленные недостатки в работе фирм, которые обеспечивают школьное питание. Это и некачественная и поврежденная посуда, и отсутствие в меню свежих овощей и фруктов, и наличие запрещенных продуктов. К списку запрещенных к реализации в школах относятся различный фастфуд и сладкие газированные напитки. В обязательном порядке, чтобы у детей был питьевой режим, дети могли помыть руки перед едой, после еды, чтобы стояли напитки, это вода, это соки, газированных напитков, чтобы не было запрещенной продукции, не было запрещенной продукции в виде гамбургеров, сосисок, которые не соответствуют госту и так далее. То есть это вот основное. Также мы смотрим на оформление столовых. Обязательно должно присутствовать меню, обязательно должен быть журнал отзывов родителей. Члены комиссии также заявляют, что они не только делают замечания, но и следят за исправлением недочетов. Для этого, в случае необходимости, они наносят повторный визит. В отделе образования отмечают, что во всех карагандинских школах организовано горячее питание. Дети из социально уязвимых семей обеспечены бесплатными и льготными школьными обедами. Андрей Теноман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин произошло на автодороге Караганда-Дубовка. 21 января около 15.00. Водитель автомашины «Мазда», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Газель». В результате аварии водитель «Мазда» от полученных травм скончался на месте. Водители, пассажиры автомашины «Газель» от госпитализации отказались. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. А во вторник утром в Октябрьском районе Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации департамента полиции, около 10.00 утра водитель грузовой автомашины, выезжая с второстепенной дороги на главную, допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом «Мерседес Бенц». После чего автобус по инерции совершил столкновение с ограждением средней школы номер 8 и четырьмя припаркованными автомашинами. В результате аварии 35-летняя пассажирка автобуса и водитель грузовика с различными травмами госпитализированы. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. Продолжаем выпуск. Отсутствие необходимой суммы для первоначального взноса и платежи по потребительским кредитам мешают казахстанцам оформить ипотеку. Между тем, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили о дополнительной выдаче жилищных сертификатов для первоначального взноса. Получить их граждане смогут в Акиматах. Первоначальный взнос для оформления ипотеки по госпрограмме – главный барьер, с которым до сей поры сталкивались казахстанские семьи. Выдача сертификатов в миллион тенге облегчит желающим собрать начальный капитал для покупки квартиры, уверены в правительстве. В этом году регионы получат из госбюджета 17 миллиардов тенге в рамках программы «7-20-25». Но здесь мы дали право Акиматам, что они должны определять приоритеты. Или это будут молодые семьи, кому они сертификатуют, или это будут востребованные специальности, которые необходимы данному региону. Например, Астана говорит, что у нас не хватает учителей, надо поддержать, работников органов внутренних дел, надо поддержать. То есть каждый регион определяет свою специфику и свои приоритеты. В прошлом году по стране новоселье справили около 100 тысяч семей. Более двух тысяч военных получили кредиты от государства и заселились в свои квартиры. Впрочем, все чаще казахстанцы, имея потребительские займы, не могут получить ипотеку. Около 6 миллионов человек, по данным кредитного бюро, купили в долг телефоны и бытовую технику. В результате, при расчете платежеспособности, у заемщика просто не хватает денег для приобретения собственного жилья. По нормам, выплата ипотека не должна превышать половину от суммы семейного дохода. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. С минимальным разрывом карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» проиграл тюменьскому «Рубину». Один из лидеров чемпионата стал соперником карагандинских «Орлов» во втором матче домашней серии. Встреча завершилась со счетом 0-1. Стартовую 20-минутку «Сарарка» начала довольно резво. Было создано несколько неплохих моментов, но на последнем рубеже надежно действовал галкипер гостей, который отразил 14 бросков «Сарарки». С игровым и территориальным преимуществом «Хозяев льда» прошел и второй период матча. «Сарарка» дважды имела численное преимущество, но извлечь выгоду из этого не удалось. В заключительной трети матча нападающий «Рубина» грубо сыграл против Кирилла Тамбиева, за что был наказан большим пятиминутным штрафом. У карагандинцев появился шанс открыть счет в матче, но этой возможностью черно-желтый воспользоваться не смогли. Зато гости поразили ворота «Хозяев» менее чем за пять минут до конца третьего периода. В последних минутах карагандинская команда пыталась спасти матч, но «Рубин» выстоял 0-1. «Ну, у нас крайний матч был в этой проездке. Все игры, все, без исключения, игры с командами, которые входят в 16, то есть это, в общем-то, все мощные команды, которые занимают лидирующие позиции в лиге. Понятно, что очень тяжело было. Готовились, представляли, знали, что будет сегодня. Ну, в общем-то, задача была выдержать этот натиск соперника, поменьше удаляться, поменьше давать шансов, но, к сожалению, не все получалось. Молодец вратарий оставлял нас в игре. Ну, ребята молодцы, конечно, тоже. Пластались, рожались. Да, «Рубин» с победой. Спасибо, что уже по игре. В принципе, вот так. Хорошее движение было. Создали много голевых моментов. Ну, голевые моменты надо еще и уметь реализовывать. Согласен, вратарь соперника сыграл очень достойно. Все как бы неплохо. Расстроило только результат, чтобы имели такое преимущество все-таки. На гол все-таки, конечно, они на работе верят. Ну, опять же. Значит, что-то нам не хватило в завершении. Мы посмотрим, разберем. Будем готовить следующую матчу. Опять же, можно сказать, все топовые команды идут. Следующие саперы тоже. Лидер чемпионата. Будем готовиться. Будем готовиться. И действительно, 23 января Сараарка будет принимать питерский клуб «Сканева», который сегодня находится на второй строчке турнирной таблицы. Карагандинский клуб пока по-прежнему занимает 13-е место. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова